Как быть, когда потерял работу или доход резко сократился? Для этого новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций в правительстве объявили кредитные каникулы. Это механизм, который предоставляет заемщику право либо снизить кредитную нагрузку, снизить ежемесячные платежи, либо отсрочить их. Данная мера поддержки была запущена в 2020 году, в период действия ограничительных мер. В текущем году данная мера поддержки была возобновлена. Итак, условия кредитных каникул. Срок до 6 месяцев, но главное требование – ограничение по сумме кредита. Например, если вы физлицо, то займ не должен превышать 300 тысяч рублей. Если вы индивидуальный предприниматель, то 350 тысяч. По автокредитам лимит суммы 700 тысяч, по кредитным картам 100. Что касается ипотечного кредита, то ограничение от 3 до 6 миллионов. Для того, чтобы подать заявку на кредитные каникулы, необходимо, чтобы был действующий кредитный договор, заключенный до 1 марта 2022 года. Срок подачи заявок на кредитные каникулы до 30 сентября текущего года. На каникулы могут рассчитывать те, чьи доходы снизились на треть. Что касается малого и среднего бизнеса, то отсрочку получают те, кто вошел в перечень пострадавших отраслей. Их список можно уточнить на сайте правительства страны. Этот перечень был расширен в текущем году. Ну, это и сельское хозяйство, и торговли, и перевозки, и обрабатывающие производства. Это огромный широкий комплекс мер, это более 70 видов деятельности. Будут ли по этим займам начисляться проценты во время каникул? Да. Испортится ли кредитная история? Нет. Специалисты отмечают, кредитные каникулы – это не отмена выплат, а их перенос. Если у заемщика улучшилась финансовая ситуация, то каникулы можно прервать в любой момент. Рамиль Галюлин, Рамзель Гарипов. ТНВ. Казань.